Все чаще мы слышим о колонизации космоса. Но вас не волнует, почему человечеству легче убежать, чем попытаться починить свой дом? С каких это пор озеленить непригодную для жизни планету проще, нежели спасти свою? И вообще, если даже получится освоить этот Марс, где окажемся мы с вами? Люди без лишних миллиардов долларов. Можете сразу ставить лайк, это видео будет безумно интересным. Задумайтесь. Однажды наступит тот роковой день, когда Илон Маск сядет в свой личный космический корабль и отправится на Марс, дабы провести остаток дней на потенциально обитаемых просторах Красной планеты. Нет, понятное дело, он не первый отправится проверять планету на пригодность для жизни. До него это сделают десятки добровольцев, но событие будет громким. И где в это время окажетесь вы? Ваши родные, близкие? У них есть билеты? Нет, к Маску у меня никаких претензий нет. Этот человек со своей компанией сделал то, на что были раньше способны только целые государства. Когда лет 10 назад кто-нибудь говорил, что хочет жить на Марсе, это вызывало улыбку. Когда 5 лет назад общественность услышала высказывание Илона Маска о том, что он хочет провести пенсию на обитаемом Марсе, реакция была примерно такой же. Но что мы имеем в итоге? Джон Гленн стал в США легендой, первым совершив орбитальный космический полет. Юрий Гагарин вышел на орбиту, несколько раз облетел Землю, совершил посадку, а вместе с тем и революцию. Несколько лет назад тоже проделали китайцы, и это стало для них достижением. И тут он, Илон Маск, парень, который основал частную компанию и добился того же, но всего за пару лет. Красавчик! Ставьте большой жирный палец вверх, если хотите увидеть отдельное видео о его жизни, его взлетах и падениях. Так вот, все вокруг кричат, что мы сможем сделать обитаемой целую планету, но почему-то никто не пишет о том, как спасти Землю. С каких пор это стало не так важно? Читая эти апокалиптические заголовки новостей, вроде «Мы сможем начать новую жизнь на Марсе», все с чистого листа, убежим от апокалипсиса, начинаешь задавать вопросы. А кто эти? Мы. По сути, весь мир признает, что те, у кого нет миллиарда долларов, то есть мы с вами, неудачники, не прошедшие естественный отбор. И эти неудачники рискуют потерять свои дома из-за изменения климата в будущем. Хотя чего тянуть-то? Жителям острова Килина-Илау, что в Папуа-Новой Гвинеи, еще в 2015 году прогнозировали большой потоп. Кстати, он там затонул? Не слышали? По последним оценкам, создание пригодной атмосферы на Марсе, в которой люди смогут дышать, займет сотни. Сотни тысяч лет. Да и поверхность планеты токсична. Хотя тут, скорее всего, как раз наоборот. Все дело в перхлоратах. Это соли и эфиры хлорной кислоты. В общем, жутко неприятная штука. Из-за них поверхность красной планеты непригодна для человека. Но Кристофер Маккей, старший научный сотрудник НАСА и просто очень умный дядька, считает, что это может стать и благоприятным условием. Он был одним из авторов исследования, которое доказывает, что эти самые перхлораты могут быть важным источником кислорода. А вообще, на Марсе можно попросту создать огромную замкнутую экосистему, что-то вроде Биосфер-2, созданной в 80-х в Аризоне. Это довольно очевидная вещь — создать теплицу на другой планете и жить в ней. Но это никак не связано с терраформированием. Это просто биологическая система жизнеобеспечения, говорит Маккей. Но даже если чисто теоретически человечество сможет решить проблемы, о которых мы рассказывали в предыдущем видео, и сделать Марс более-менее обитаемым, в моей голове все еще возникает вопрос. На какой черт нам сдался этот красный кусок дерьма? Ученые считают, что важность отправки людей на Марс заключается в необходимости его изучения, чтобы потом мы могли лучше спрогнозировать будущее развития Земли. Мол, изучая другую планету, на которой мы, кстати, ни разу не были и ничего толком о ней не знаем, нам будет проще понять истинное происхождение жизни и бла-бла-бла. Все это прикольно. Но. Как считаете? Сотни миллиардов долларов, потраченные на понимание с помощью Марса происхождения жизни во Вселенной, смогли бы уберечь граждан Земли от апокалипсиса на самой Земле. Но, по крайней мере, мне кажется, лишними они не будут. Кстати, по поводу апокалипсиса. Это же, можно сказать, одна из основных причин освоения Марса. Говорят, мол, человечество представляет опасность для самого себя. Придет время, когда мы сами себя погубим, а если и нет, то доведем природу до предела. Она, в свою очередь, слетит с катушек и устроит нам судный день. Серьезно? То есть присутствие людей на Марсе абсолютно неприспособленном для жизни каким-то образом должно снизить опасность для самих себя? Они серьезно думают, что в условиях жуткой нехватки ресурсов люди не поубивают друг друга, чем, собственно, они и привыкли заниматься на Земле. Не надо класть яйца в одну корзину. И организация поселений на других планетах Солнечной системы, в первую очередь на Марсе, служит выходом из этой ситуации. Несмотря на то, что вероятность глобальной катастрофы невелика, цена, которую может заплатить человечество за беспечность, максимально из всего, что только можно представить. Процесс освоения планет длительный, но откладывать его начало неразумно, учитывая эту цену. Как по мне, нифига не убедительно. Расскажите эти бредни яйцам, которые в любом случае останутся в полуразрушенной корзине без возможности ее покинуть, ввиду отсутствия миллиардных счетов в банках. К тому же, вот вам общеизвестный факт. Практически все птицы для того, чтобы максимально обезопасить появление и становление на крыло своих будущих птенцов, собирают свои яйца именно в одно гнездо, в одну корзину. И только человек считает иначе. Изучать космос круто и очень познавательно для человечества. Никто не спорит. Но в данный момент более разумным шагом было бы потратить все эти астрономические суммы на восстановление Земли. На избежание всевозможных вариантов нашей кончины. Разве не круче будет спасти всю планету? Все человечество, а не только жопы миллиардеров. Ученые составили список наиболее вероятных причин конца света. Это может быть катастрофа космического масштаба, вроде столкновения Земли с громадным астероидом, землетрясения и извержения вулканов, ядерная война, глобальные пандемии, глобальные изменения в климате, всевозможные техногенные катастрофы, ну и нашествие инопланетян, восстание машин или зомби на худой конец. Чтобы обезопасить человечество от вышеперечисленного, совершенно не нужно лететь на Марс. Наоборот, даже ребенку ясно совершенно противоположное. Нужно все интеллектуальные, материально-технические и прочие ресурсы человечества положить в одну корзину с целью, если не избежать, то максимально уменьшить ужасные последствия этих катастроф. Хотя бы с точки здравого смысла. Жизнь на совершенно мертвой планете не может быть счастливее и полнокровнее, чем жизнь на Земле, пусть даже с несколько подпорченными флорой, фауной и экологическими условиями. А вот что по этому поводу думают господа ученые? Науке до сих пор неизвестно, насколько мертва Красная планета. Если она лишена жизни сейчас, нужно выяснить, каким было ее далекое прошлое. Это прояснило бы многие вопросы жизни на Земле и жизни во Вселенной в целом. Роботы ограничены в своих возможностях и не дадут окончательного ответа. Нужно, чтобы человек увидел Марс своими глазами. Эндрю Болл из Института исследований космоса Британского открытого университета считает, что стоимость космической деятельности в расчете на одного человека довольно мала, меньше, чем каждый из нас тратит в течение года на такие вещи, как шоколад или шампунь. К примеру, стоимость эксперимента по исследованию Луны или Сатурна не превышает стоимость производства нескольких выпусков вашего любимого телешоу, уверяет Болл. Стоимость производства киноблокбастера примерно равняется стоимости беспилотного полета на Луну или Марс. Однако, хотелось бы рекомендовать ему в следующий раз сравнивать стоимость телешоу и производства киноблокбастера со стоимостью новых методик лечения от рака, спида, туберкулеза, наркомании и всего того, что укорачивает жизнь людей, обитающих не на Марсе, а на родной Земле. Брайан Харви, автор нескольких книг о полетах в космос, включая книгу о российской космической программе, не устает убеждать обывателей в том, что космические программы помогают как спасать людей, так и улучшать их жизни. Например, прогнозы погоды стали намного более точными, что, по словам Харви, позволило спасти сотни жизней. Тот же Харви утверждает, что спутники существенно облегчили поиски подземных источников воды. Если раньше в Индии одна из поисковых экспедиций оказывалась успешной, то сейчас успешными стали 9 попыток из 10. Однако хотелось бы убедить и самого Брайана Харви в том, что не менее человечно было бы потратить часть космических денег на решение задач, которые многим кажутся более актуальными. Например, на спасение жизни миллионов людей, умирающих от голода, холода и других проблем своего нищенского существования. К примеру, в той же Индии. Однако еще больше огорчает тот факт, что среди ученых и специалистов, занимающихся непосредственно вопросами космонавтики, нет единого мнения по поводу целесообразности освоения Марса. Два лагеря. Одни считают, что на Марс лететь не нужно. Слишком долго, дорого и нет гарантии, что экипаж вернется живым. Риск пилотируемого полета на Марс превосходит самые оптимистичные ожидания от открытий на Марсе. Роботов на Марс, конечно, надо отправлять. Робот и все тайны на Марсе разузнают лучше человека, который будет думать только о своем возвращении. Другие же, наоборот, однозначно да. Мы должны вкладывать в это астрономические суммы и лететь на Марс. Вот только когда их спрашиваешь, зачем это нужно, единого мнения услышать не выйдет. Одним важно то, другим это на вкус и цвет. Нет, а страдаем от этого мы. Ведь не совсем хорошо, когда нет единого мнения по вопросам, решение которое обходится налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов. К примеру, американская программа «Аполлон» стоила США 135 миллиардов долларов по курсу 2005 года. В свое время Марк Твен, отвечая на вопрос, чем отличается журналист от специалиста, якобы шутя утверждал, что журналист должен знать очень немного об очень многом, а специалист, наоборот, должен знать очень многое об очень немногом. Оценивая все происходящее, в голову тайком прокрадываются мысли. По утверждению Марка Твена, журналист — это человек, имеющий слишком поверхностные знания, а ученый-специалист — это человек, имеющий слишком узкие знания. Но ни поверхностные, ни узкие знания не позволяют правильно оценить разумность жизни человечества. Как же быть и кому верить? Спасибо за просмотр! Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. А лучшей благодарностью за труды нашей команды будет ваш лайк под видео и репост друзьям. Следующие видео будут еще более захватывающими. Продолжение следует...